Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада! Сегодня у нас пятница. Господи, как быстро летит время! Как Рената Литвиновна говорила, Господи, как страшно жить! А я говорю, как быстро летит время! Вот только недавно мы говорили, понедельник, начало недели, сегодня пятница, у кого-то крайний день на этой неделе, а у меня отпуск закончился, я выхожу на работу. Сегодня первый день. Как не хочется! Не, хочется-хочется. О чем я хотела сегодня поговорить? В Москве мороз, сейчас в данный момент минус 11. Ну, сегодня 2 декабря. До Нового года осталось всего ничего. Начинаем готовиться. Хомяки быковские. Работать. Арбайтон, Арбайтон, Арбайтон. Ну что, Быкова вчера сняла очередной сисипусичный триллер нам. Да. Теперь она, как Ирина Многодедочка, постоянно за кадром. Только мне непонятно ее название. Заняло ее вчерашнее видео первое место, о чем она в Телеграме похвалилась. А почему? Не потому, что там интересно смотреть. Не поэтому. А потому, что она сказала, что к ней приехала проверка. все надеялись, что там ПДН, опека, прокуратура. А там приехал доктор, ветеринар. Только мне непонятно. У нее козы в запуске, коровы тоже. Какие прививки ставят животным, когда они в запуске? Объясните мне, пожалуйста. Я немножко в этой нефтеме. Ну, совсем нефтеме. У нас много девочек, кто держит КРС, МРС. Девочки, расскажите, когда животные в запуске, им делают прививки от глистов, а то всего на свете, когда животные уже в запуске? За этот вопрос я очень хочу узнать. Ну, а что она нам показала? Не, я говорю, вот поэтому народ и пришел. Надеялся на трэш. А там тебе фигешь. В чем смысл? Быкова за камерой, Санек на хозяйстве. Не, ну, у нас я один раз показала с тачкой, это наша беременная, у которой в кармане в кенгурятнике, в этом, кофта, лежит телефон. И Быкова совершенно не волнует, что телефон дает излучение, даже когда выключен, а он находится так близко к ребенку. То есть, УЗИ на ранних стадиях мы боимся, хотя там ультразвуковое излучение дозированное, безвредное. А насколько вреден телефон? Ну, Быкова об этом не думает, да. Поэтому, кому интересно, гляньте, там прям вот явно телефон вычерчивается, даже на превью видно. Поэтому телефон около ребенка это нормально, около живота, если там есть ребенок. А УЗИ на ранних сроках нет. Быкова, ты знаешь, в таком возрасте у некоторых женщин наступает менопауза. И то, что твой тест показал, он может и наврать. Потому что ни один тест сто процентов не готовит. То есть, ты сама говоришь, не готовит, а не показывает. ты сама говоришь, что у тебя странное ощущение, что токсикоза нету, как-то сон пропал, когда он должен быть наоборот. У тебя уже, как у маленького ребеночка, ты перепутала день с ночью. То есть, днем ты хочешь спать, ночью ты спать не хочешь. Что-то у тебя с психикой, с головой. Это твои ночные со спонтом. монтажер наш ночной. У тебя уже все перепуталось. Да, это в голове, это беда. Поэтому я бы на твоем месте, тем более, как ты сказала, у тебя была замершая беременность, я бы на твоем месте уже давно была бы в платной клинике, по крайней мере, сдала бы кровь на ХГЧ, одну и через три дня другую, чтобы посмотреть рост ХГЧ. это во-первых. Во-вторых, уже сделала УЗИ. То есть, уже надо посмотреть, опустилось ли плодное яйцо, прикрепилось ли оно и вообще, как развивается беременность. Ну, зачем Быковой? Нет. Мы только накануне потеряли дитё, и мы никуда не идём. Да. И вот я думаю, а для чего было вот это всё сказано так рано. Для того, чтобы собрать деньги. Не знаю, как она на Бусти наберёт 200 тысяч, не наберёт. Если ей в месяц будет приходить на сколько там, 6-7, 10 тысяч, за 9 месяцев она не наберёт. И поэтому всё, что она наберёт на Бусти, она положит прямиком к себе в карман. Не поедет она ни на какие платные роды. Во-первых, я уже говорила об этом, чтобы поехать на платные роды, ты должна точно знать дату рода. Родов. Ты должна где-то жить рядом с роддомом или ложиться заранее. Это дополнительные траты. В общем, всё очень сложно, тем более, находясь в Тамбовской области. И дома ты рожать не будешь. И даже если тебя прихватит, кто тебя повезёт в роддом. Если раньше был ЕПшечка, потом ты сама могла сесть за руль, но ты с Вероникой заранее поехала. А тут что у нас происходит? Санёк так и на права не выучился. А почему? Тот человек, как ты говоришь, взял на себя всё ответственность за тебя, он тебе так помогает, а такой элементарной вещи, как сдать на права отучиться, он этого не сделал. А почему? А потому что он знает, что он справку наверное не получит по какой-то причине. Для того, чтобы сдать на права, там видно какая-то загвоздка с психиатром, с наркологом, я так думаю. Поэтому он и бросил учёбу. Он как понял, что он медицинскую справку не сделает, так и сел ровно на попе. А дети твои уехали. Ну я не знаю, может сейчас сиска покатается по Кавказу и припрётся опять домой. Я не могу понять, где она работает. Ну там девочка отрывается по кабакам, вся весёлая. Я отошла от видео, потому что там рассказывать нечего. Самое интересное, самое смешное, что было, они подметали скотный двор. Да, от сена, от всего. А раньше Санёк это сделать не мог, он должен вместе... А, ну да. Она же сказала, что они теперь всё делают вместе. Ребёнка сделали вместе, теперь они вместе. Ходят на хозяйство, вместе они убирают двор, убирают навоз. Ну, то есть, Быкова снимает, а Санёк убирает вот это дерьмо. Только вот я всё время думаю, почему в старых видео два года назад она заходила в сарай, и он всё время был чистый. Он благоухал. И сейчас она опять же говорит, то я пошла мыться, потому что навоз, запах коров впитывается, голова пахнет, а мыться буду потом. А вчера уже опять, говорит, вы знаете, тут пахнет, только когда навоз. А вот мы сейчас всё убрали, опилочками засыпали, и совсем ничем не пахнет. И опять всё запах хороший. Ты уж определись, пахнет у тебя сарай или не пахнет. Совершенно непонятно. Ну, короче, подвожу итоги. Выстрелила, выстрелила видео только благодаря трешевому названию о проверке. По сути, там смотреть не-че-ва. Как говно за корову убирают. Офигенный вообще сюжет. Или как быкова со спонтом, с тележкой стоит. Как двор мели. Как собаки бегают, кошки бегают. Что целая куча кошек у неё. И она сказала, у неё кошки плодятся. Ну, пока матрёна их всех не передавит. Кошек много. Ну, слава богу, они мышей ловят, как она сказала. Ну, а так больше нечего говорить. Итог я подвела, что снимать быковой нечего. если она будет дальше это снимать, и эти видео съедут на нет. Да. Что-то она про Козлодоевых ничего не говорит. Друзья твои, что-то ты к ним в гости не едешь. Они уже в Зимбулатову своём. Что у вас случилось? Что-то она молчит. Откусила руку кормящего. Что-то там произошло, только нам не говорят. И Машка молчит, и это свинота молчит. Ну, а репосты, девочки, вы все видели. Зина диванчик показала, сняла, на телеграме выставила, попросила сделать репосты. Я, гляжу, и Рыжик сделала, и многие девчонки сделали. И все вот девчонки-обзорщицы, кто хотел, все сделали репост. Вы видите, как наша многомама не обманывает. И она всегда вела честную жизнь. Поэтому до встречи. Удачной пятницы. Впереди выходные. Кому отдыхайте. Завтра выйду, не выйду, не знаю. Скорее всего, сделаю себе выходной. Если вдруг чего-нибудь такого сверх «Воу!» быкова не покажет, то у меня завтра выходной. Все, мои дорогие, всем здоровья, удачи, хорошего настроения, хорошей погоды. До встречи! Ваша Наталья. Субтитры создавал DimaTorzok